Переходим к активной стадии реализации. Сегодня мы анонсировали открытие офиса Корпорации развития Енисейской Сибири в городе Абакане. Это значит, что сейчас формируется команда людей, которые будут непосредственно заниматься здесь, в регионе, комплексным сопровождением институционных проектов, которые входят в КИП. Для нас крайне важно получить поддержку от руководителя региона, от главы республики Валентина Олеговича, потому что только личное участие руководства, субъекта, может позволить реализоваться таким крупным, серьезным проектом. Они, конечно же, нуждаются в поддержке, необходимо решать очень много вопросов в процессе их реализации, и благодаря такой поддержке, я уверен, все у нас получится. Поэтому сегодня мы говорим о том, что комплекс институционных проектов Енисейской Сибири в республике Хакасия приступает к стадии активной реализации. Валентина Олеговича, как Вы оцениваете потенциал республики в этом проекте? Ну и со своей стороны правительство, чтобы это выполнять. И правильно ли я понял, что здесь речь идет не только о промышленности, в том числе рассматривается туристический потенциал, культурный? Правительство республики рассматривает проект Енисейской Сибири как ключевой. Он действительно важен, перспективен для всех субъектов, которые у них будут, и для Хакасии, и для Твуи, и для Красноярского края, всех субъектов, которые расположены на берегах Енисея. Действительно, мы примем в нем активное участие. Потенциал огромный. Инвестиции составляют сотни миллиардов рублей только в республику Хакасия. И здесь создание рабочих мест, открытие новых производств. И что также очень важно для республики, это создание транспортной инфраструктуры, как железнодорожной, так и автомобильной. Что действительно открывает возможность и для полного раскрытия туристического потенциала. Тот же самый проект 1 из 12 Абакан-Биск, который позволит открыть новые пути, выходы на соседние регионы, на Кемерово, на Новосибирскую область, на республику Алтай. Это очень важные для этой отрасли. Более того, их реализация позволит привлечь еще больше инвестиций. То есть такой накапливающий эффект определенный. Ну и, конечно, это развитие того потенциала, который есть у республики. Угольная промышленность, алюминиевая промышленность. И здесь правительство, республики, министры, я лично, могут прилагать все усилия, чтобы этот проект эффективно реализовать в кратчайшие сроки. А значит ли это то, что он позволит республике развиваться быстрее, нежели, если бы его не существовало? Безусловно. То есть там более легче инвестиций? Ну, здесь такой еще эффект от взаимодействия трех субъектов. То есть и лоббистский эффект усиливается на федеральном уровне. И за счет создания общей инфраструктуры мы становимся более инвестиционно привлекательными. Поэтому я считаю, что он действительно интересен всем и нужен всем участникам. Валентина Олеговича, уже известно, где в Абакане откроется офис Минсельской Сибири? И вот кто... Вы имеете в виду территориально? Тут вопрос больше... Мы сейчас подбираем площадку, да, буквально сегодня мы посмотрим и определимся. Уже сегодня, я думаю, что к вечеру это станет известно. Ну, а руководитель офиса на сегодняшний день определен. Соответственно, мы консультировались здесь с правительством республики. И это, конечно, человек, который очень глубоко разбирается в экономике и в социальной сфере, и в структуре органов власти на территории республики. А как Вы думаете, когда можно будет сказать, ли это отсюда в точку или попало наше научное сообщество с выбором модели инфрации? Ну, время покажет, что называется. Мы посмотрим.